Привет! Меня зовут Андрей Павлов. Продолжаем изучать GrassOper. Сегодня мы поговорим о очень клёвом плагине для GrassOper, который называется Human UI. И он нужен для того, чтобы создавать интерфейсы для GrassOper. То есть на основе нот, вот этот алгоритм наш, мы можем создать вот такой вот интерфейс. Я вначале быстренько покажу, как это работает, и потом мы с вами его, ну, более в той или иной степени попытаемся воссоздать в реальном времени. Ну, вначале я покажу, как работает, потом подробнее о плагине, где скачать и всё остальное. Итак, в чём прелесть этой всей истории? В том, что, ну, не всегда, особенно в сложных проектах, удобно в GrassOper взаимодействовать через, ну, через стандартные переключатели, крутилки и так далее. И, ну, часто это бывает неудобно даже для вас, как для пользователя, человека, который работает в GrassOper. А представьте, если вам вдруг нужно, например, в каком-то бюро работаете, и вам нужно какой-то инструмент им поделиться там с сотрудниками, с другими, они, к примеру, совсем не работают в GrassOper или очень слабо работают, им будет очень сложно с этим разбираться. И поэтому всё оформить в интерфейс – это очень классная идея, которая прям позволяет, ну, очень сильно расширить возможности работы с вашим скриптом для неподготовленных людей. Ну, и, на самом деле, ещё я чисто для себя заметил, что в последнее время я вообще для своих, даже для внутренних своих проектов использую эти интерфейсы, потому что даже для себя это удобнее использовать, чем постоянно кататься по дереву данных. Да, конечно, можно сгруппировать, перетащить в одну сторону переключатели, любые слайдеры, но потом-то, если вы захочете что-то изменять, в общем, это такая не очень удобная история. Поэтому, ну, в общем, сейчас я покажу. Я буду это делать на примере скрипта для расчёта инсталляции, для расчёта Sun Hours анализа. Если буду использовать Ladybug плагин для этого расчёта, вот он здесь, если вы никогда не пользуетесь ребагом, посмотрите, у меня есть видео подробно об этом плагине, там всё будет рассказано. Окей, ну, я покажу, собственно, как это работает. Вот давайте даже мы для чистоты экспериментов закроем эту историю. Вот у меня уже это сырой скрипт, с которым мы будем работать, с которым мы будем интерфейс делать. То есть работа с интерфейсом выглядит следующим образом. Мы берём просто, открываем Grasshopper файл, в котором есть интерфейс. Всё. В этот момент мы просто Grasshopper сворачиваем, и мы с ним никак не взаимодействуем. И вот наш есть интерфейс, полностью предназначен для выполнения этой работы. Ну, это вот условно у нас какая-то территория и какие-то здания. И я буду логику его объяснять подробно, когда мы будем его собирать, но общий смысл такой, да, что у нас вот есть две вкладки, настройки, собственно говоря, необходимые нам для того, чтобы выполнить всю эту сборку, ну, анализ этот. И сохранить, чтобы мы сохранили изображение полученного анализа. То есть две вкладки. Эта кнопочка у нас отвечает за включение всего скрипта. Пока её оставим выключенным. Ну, если даже мы сейчас её включим, то мы получим вот только просто условную какую-то по умолчанию sunstudy. Нам она не нужна пока. Выключим. И дальше у нас первый... Тут есть переключатель двух вариантов задавания координат. Первый вариант это, опять-таки, если вы не знаете ли дебаг, как пользоваться, посмотрите, там я рассказываю всю эту штуку. Мы нажимаем вот на кнопку, да, ещё раз повторю, вот на эту кнопку нажимаем. У нас автоматически открывается сайт. И мы там выберем какой-то участок и нажмём копию. И теперь вот в это поле вставляем нашу ссылку. Вот. Это, собственно говоря, такой способ, чтобы указать нам вот это, получить данные вот этого конкретного места. Дальше у нас задаются часы. То есть интервал для исследования... Можно, кстати, уже включить, на самом деле. Ну, пока ничего не изменилось, но... Дальше у нас часы есть с 8 до 18. День какой-то условный. Можно несколько. И месяц тоже условный. Sun... Ну, это, в общем, это scale вот этого нашего условного отображения диска в траектории движения солнца. Вот. И дальше грид пока пропускаем. И дальше, собственно, задача, как нужно добавить нам нашу геометрию для исследования. Мне кажется, самый удобный способ в таких случаях, это всё раскидывать по слоям. То есть я взял, к примеру, вот эти здания из основных buildings и основа. И теперь вот геометрия — это то, что мы будем исследовать, а контекст — это то, что влияет на исследование мы. Ну и, соответственно, можем пока отключить. Выберем основа — это исследование и геометрия для этого контекста. И включаем. Вот, пожалуйста, можно скрыть наш объект. Можно даже не скрывать. И мы видим наше исследование. То есть как это всё... Мы исследование проводим для фрагмента геометрии, да? И вот у нас эта шкала. Количество часов солнечного излучения, да? Попадание солнечных лучей на поверхность. Можем... На самом деле мы это, конечно, можем интерактивно делать, да? Но изменяя каждый этап, у нас будет он задумываться. Поэтому, на мой взгляд, лучше включать. Изменять настройки и включать. Ну вот, к примеру, для нашего просто здания. То есть обратный процесс. Вот этот grid size — это плотность сетки вот этой для анализа. То есть для здания она немножечко не хватает и плотности. И мы просто берём, к примеру, 0.5. Чем меньше, тем плотнее сетка. И кнопочкой подтверждения нажимаем. Вот, подтвердили. Вот. Ну и, соответственно, здесь у нас есть возможность... У нас диапазон часов. А ещё я бы хотел диапазон месяцев. Отключим. Пусть будет у нас шестой. Через запятую мы можем писать. Девятый и двенадцатый месяц. Включаем. И мы видим для трёх месяцев анализ для этого участка. Ну, соответственно, сейчас я поменяю. Пусть у нас будет для основания всё-таки. Ну, вот, пожалуйста, всё сработало. Ну и плюс у нас ещё здесь плотность сетки больше, поэтому скрипт чуть дольше работает. Ну, вообще этот интерфейс, он никак не влияет на скорость работы скрипта. Поэтому, в общем, это очень удобная штука. Ну и, соответственно, мы здесь можем таким же образом указать просто интервалы. Давайте изменим плотность сетки на единицу всё-таки. Кнопочкой «Применить» мы применяем наше значение. Ну и там можем, здесь можем просто сделать прям для всех месяцев. С первого по… сейчас пробел… Дефис поставится. Вот. И у нас есть уже стадии для всех месяцев. То есть с первого по двенадцатый месяц. И вот у нас солнце по каждой из траекторий для каждого из периодов. У нас такая более плотная структура получается. Ну, в общем, не суть. Я думаю, понятно. Это больше про плагин для дебаг. Так, заходите, смотрите мой урок и разберёте, как это работает. Ну и, к примеру, и дальше у нас есть… Мы получили какой-то расчёт, и мы хотим его сохранить. На самом деле, конечно, что там в леди баги огромное есть количество способов выводить данные. И сохранить картинку – это не самый, наверное, удобный и рабочий из них. Ну, просто для примера я решил, что так будет проще. Здесь у нас такая автоматическая есть поле имени. Мы можем его дописывать, там, менять как угодно. А здесь есть автоматический генерирующийся фрагмент, который записывает наши вот эти параметры исследования. Часы с 8 до 18, день. Ну, все вот эти данные. Для того, чтобы записать это всё в имени файла, это было удобнее. Дальше мы нажимаем «Брауз», выбираем наш… Куда мы хотим сохранить? У меня на рабочий стол просто. Мы выбираем просто папку и нажимаем «Сохранить». И мы переходим, смотрим. Мы получили следующую картинку. Сохраняет он просто текущий вид. Поэтому можно там как угодно подлететь, добавить другое имя, сохранить. И получить такую вот же картинку. Вот. Ну, собственно, вот так вот это работает. Сейчас я расскажу, как это сделать и настроиться. Так, вот чистый скрипт, с которым мы сейчас будем работать и к которому будем прикручивать интерфейс. Ну, вот он уже работает. Всё, по сути, то же самое выдаёт. И мы базово сейчас пройдёмся по всем основным параметрам. Мы не будем пытаться всё абсолютно запихнуть в интерфейс, но просто частично основные моменты реализуем. Окей. Ну, и, собственно говоря, перейдём к тому, что такое Human UI. Это вот такой плагин прекрасный. Можно его скачать. Фудфу Райна. Ну, отличная история, которая, собственно, позволяет настраивать интерфейсы. Можно посмотреть здесь готовые решения. Здесь прям есть возможности. Очень классные. Можно очень крутые интерфейсы настраивать, вставлять туда готовые изображения. И так далее, и тому подобное. В общем, качаем вот последнюю версию. С ним, с его установкой всё очень просто. Там инсталлятор автоматический, поэтому вообще проблем никаких не будет. Ну, и, собственно говоря, вот когда вы зайдёте в Grasshopper, у вас вот появится вкладка такая. В чём его, ну, основа, принцип работы. Собственно говоря, мы создаём... Ну, давайте я просто уже буду показывать и параллельно будем рассказывать. Вначале начинается вот с этой вкладочки. И у нас здесь нам нужно создать первую вкладку. Это, собственно, нода, в которой будет всё собирать, все интерфейсные переключатели. И дальше у нас тут есть два вида окон. Прозрачное и залитое цветом. Ну, мы будем залитое цветом использовать. Как это работает? Подключаем вот верхний вход. И у этого окна первый переключатель — это показать его. Он по умолчанию выключен. Мы просто берём false true переключатель, нажимаем true. И, пожалуйста, вот у нас появилось окошко. То есть оно... Мы его можем даже сворачивать. Оно будет вот сюда сворачиваться в район. И теперь мы сюда будем забрасывать наши интерфейсы. На самом деле мы можем работать с несколькими окнами. Так, не очень удачно. И окна могут быть... Вот есть такой вариант их полупрозрачный. Тоже можно использовать. Я не буду рассказать абсолютно про все настройки возможные, которые здесь есть. Здесь очень много есть возможностей как-то расположить эти окна, зафиксировать их, убрать вот эту вот управляющую панельку и так далее и тому подобное. Но это пока не важно. Мы просто сейчас поразбираемся, как с этим всем работать. Окей. Вот у нас начнёмся с малого. То есть повторно выключаем, включаем, и у нас перезапускается, если мы вдруг закрыли. Дальше такой момент, когда мы сворачиваем Гроссопер. Вот. У нас и наше окно тоже сворачивается, потому что, ну, в общем, такой режим выставлен. Это не очень удобно, потому что если я хочу управлять через этот интерфейс, мне не нужно, чтобы окно Гроссопера как-то висело здесь. Поэтому правой кнопкой, если нажать, здесь вот есть три режима вот этого работы с этим окном. Это типа подчинённая Гроссоперу, то есть при сворачивании Гроссопера он тоже сворачивается. Подчинённая Райна, она перезапустится, и когда в этом случае мы Гроссопер сворачиваем, она остаётся у нас по-прежнему. И третий режим, это подчинённая, она даже не будет сворачиваться, даже если мы Райна будем сворачивать. Но это нам чрезмерно, нам достаточно вот зависимость только от Райна. То есть при Гроссопере сворачивании он не будет сворачиваться, а когда Райна будем сворачивать, всё будет сворачиваться. Я думаю, понятно. Дальше, здесь у нас по настройкам, здесь у нас есть имя, то есть какой-нибудь, неважно, что бы, отключаем. И вот у нас пишется имя. И дальше у нас размеры окна, то есть высота и ширина этого окна по умолчанию. Его можем, мы его так растягивать. Это тоже можно, кстати, зафиксировать и отграничивать, но не суть. Но при открытии и закрытии он будет нам возвращаться в стандартный режим, то есть, смотрите, который вот у нас здесь установлен. Но пока мы его не будем менять, мы зависим, как в момент работы мы будем его подправлять. Окей. И дальше у нас идёт вот второй вход, в который нам нужно подать все наши элементы управления. Ну, к примеру, сейчас мы сделаем вначале просто, пока не будем привязываться. К примеру, элемент слайдер. Вот здесь у нас огромное количество вот этих инструментов. К примеру, элемент слайдер. Мы берём его сюда, подключаем. Слайдеру, вот он пишет, что ему нужно указать какую-то информацию. Слайдер очень удобно работает, потому что мы можем просто создать слайдер вот такой ручной и подключить его вот сюда. И мы видим, что здесь у нас автоматически появляется вот наш слайдер такой. И он будет наследовать информацию из этого слайдера, то есть он будет в диапазоне от 0 до 100, как у нас этот слайдер. Он будет флотовый, реинтеджерный. Если изменить эти данные, то он, ну, если изменить настройки слайдера, то, соответственно, всё изменится. И более того, если мы назовём слайдер каким-нибудь образом, вот, то ему нужно просто переподключить. И он имя тоже его изменится. Вот. Хорошо. Ну, вот такая история. Здесь уже подробнее есть всякие возможности делать специальные засечки. Здесь есть настройки этого слайдера. У многих нот. Я не буду особенно на них останавливаться, но там можете посмотреть всякие возможности каких-то итераций, каких-то... каких-то показываний значений предельных, ну и так далее. В общем, здесь можно понастраивать по-разному. Ну, вот, пример, слайдер. Скажем, кнопка. Кнопок тут несколько вариантов есть. Ну, вот, пример, это самая база. И мы просто с шифтом просто подключаем в эту же штуку. Кнопка не работает, потому что ей нужно имя. Назвали... Как только мы подключим имя, все сработает. Вот у нас есть кнопочка. Дальше я покажу, как их настраивать, редактировать изображение. У кнопки тоже есть несколько пресетов отображения. Вот такие вот. Ну, не суть, в общем. И она вот, кнопка работает. И более того, эти слайдеры еще таким образом работают, что нам, если нам нужно несколько кнопок, нам не обязательно делать, копировать много раз. А мы можем взять, просто сделать из этого... Сделать здесь лист и назвать... Создать несколько список кнопок. У нас получим кнопку с выходом данных. Вот. И на самом деле, что мы еще пока... Ну, еще есть, вот, к примеру, текстовый ввод. Текстовый ввод по умолчанию работает. Здесь мы имеем возможность, что угодно, написать любой текст, любые цифры и кнопочкой «Применить» получите. Ну, вот, грубо говоря, так. Остальные инструменты плюс-минус в таком же ключе будут работать. Подключая вот просто последовательно, мы управляем последовательностью того, как это будет отображаться у нас. То есть, если мы сейчас отключим и переподключим, то мы вот получим наш слайдер внизу. Поэтому сразу же рекомендация. Рекомендую весь интерфейс большой не собирать в одну кучу, а делать для них промежуточные... промежуточные мерджи. То есть, объединять мерджем необходимые вам данные, потом их только подключать. Таким образом, бить на какие-то фрагменты. Вот так. И тогда, в общем, это будет немножечко удобнее в работе. Если вдруг вам понадобится изменить интерфейс какой-то в процессе настраивания и так далее. Хорошо. Теперь, ну, возникает другой вопрос. А, к примеру, вот-то я слайдер создал какой-то. И я вот его здесь могу и крутить, и редактировать. Здесь-то он не меняется. И как нам получить обратную связь от изменения этого слайдера? Для обратной связи есть специальная нода, она универсальная. Это, она, собственно, считывает результат слайдера, который мы ввели здесь. Мы вот так подключаем. И вот если на выходе мы посмотрим, мы увидим значение именно, которое мы уже указали через интерфейс. И вот это у нас уже не меняется. Если это изменю сейчас, то это, вот это значение дефолтное по умолчанию считается, и оно обнулится. Но как только я начну редактировать интерфейс, у нас будет конечное значение именно через интерфейс. Ну и, соответственно, если я, к примеру, здесь, ну, сделаю какую-нибудь геометрию, не знаю, какой-нибудь, какой-нибудь что, какой-нибудь бокс. Это plane, бокс с значениями x, y, z. Ну и, соответственно, мы сейчас будем брать и просто крутить интерфейс, на, и изменять его результат. То же самое через вот эту ноду мы можем получить результаты любых действий вот этих всех инструментов. То есть, к примеру, вот так мы получаем доступ к тому, что мы ввели. Здесь вот, видите, сейчас мы там изменим цифры, нажимаем кнопочку применить. У этого текстового слайдера есть два режима, постоянно обновление или по кнопке. То есть мы пока, то есть мы можем что-то написать, ничего не меняется. Как только мы нажимаем применить, это применится значение. Ну и, соответственно, точно так же, если мы подключим вот сюда, кнопки. Но кнопка у нас, соответственно, выдаст булевскую операцию. Для каждой из них вот мы нажимаем, и вот видно, что у нас переключается значение. Вот. Ну, вообще глобально это все. Здесь есть у нас еще чекеры, переключатели, к примеру, всякие. Можно их по-насоздавать. Причем этих переключателей здесь целых несколько версий. Базово они или работают по умолчанию, или им там нужно указать имя и какую-то группу. Ну, группный – это имя группы, а группа 0. Вот. Так. Да, здесь еще… Да, это, кстати, не единственный переключатель. Тоже пусть будет таким. Ну, такое может быть, к примеру. Вот. Хорошо. Дальше про настройки самих вот этих кнопочек, а как-то их там организации я уже в процессе сборки расскажу. Конечно, нужно сказать, что мы сейчас вот этим интерфейсом, он достаточно простой, мы не захватим всех возможностей. Тут есть возможность создавания сеток на основе инструментов. Сетку, в которую мы можем помещать уже инструменты, и там их как-то организовывать не в линии сверху вниз, а каким-то более сложным видом. Плюс у нас здесь есть всевозможные настройки диаграмм и так далее. Вот. Ну, мы часть из них, самые ключевые, пройдем, а дальше уже, я думаю, вы слегка сможете просто смотреть на какие-то решения, которые вам нужны. и с ними работать. Так. Вот, например, у нас даже вот такие есть слайдеры, какие-то пределов и так далее, и тому подобное. Можно картинку вставить, можно подгрузить путь, можно создать вот такой слайдер двухмерный, да? Ну, и так далее, и так далее. В общем, очень много всего. Посмотрите. Ну, может, просто просмотрите ноды, увидите тут на самом деле достаточно наглядные картинки, для того, чтобы понять. Можно создавать, можно подтягивать вообще кривые в интерфейсе, нарисовать что-то в кривых, там логотип, какую-то схему, вектор, графику какую-то, вообще все что угодно. Хорошо, давайте, собственно говоря, начнем настраивать наш этот интерфейс, чтобы посмотреть, как это все работает на практике. Так, я удалю вот эти все вещи пока. Вернее, я обновлю всю нашу эту веточку. Я обычно, ну, это такой чисто моя рекомендация, я обычно создаю интерфейс вне поля области, для того, чтобы очень легко было понять, какие ноды относятся именно к работе самого скрипта, которые какие к интерфейсу. Ну, в общем, делаю ту же процедуру. Создаем переключатель. Включаем. Создаем. Я буду условные имена давать, чтобы не тратить на это время. Так, хорошо. И начнем с того, что нам нужно, собственно, по скрипту, да, как мы, в каком порядке мы это будем все делать. Вначале нам нужно указать геолокацию, вот эту. Затем нам нужно указать даты и, ну, и настройки солнца, если нам нужно. И затем нам нужно указать геометрию, которая будет для анализа. Вот в таком порядке мы будем идти. И первый фрагмент нам нужно указать местоположение. И местоположение мы будем давать возможность двумя способами указать. Первый способ – это вот через наш плагин. У нас есть такая специальная нода, до которой мы нажимаем на кнопку и попадаем в тот самый карту. И, как я показывал, уже копируем ссылку. И в классическом виде, когда мы просто чистый плагин используем, мы вот сюда, через вот такую ноду, подключаем эту ссылку. Ну и, собственно, наша задача – вывести кнопку и дать возможность вставить эту ссылку, для того, чтобы это все работало через интерфейс. Ну и приступим. Первым делом создаем кнопку. Кнопка, будем называть их так же, как… Это, кстати, хорошая практика. Так же, как это называется входами… Так. Входы нот. Так. Не копируется. Да, странно. А тут копируется. Ладно. Так. Назовем ее Download. И, как я уже говорил, будем подключать сразу же через вот этот промежуток. Так. Download. И дальше нам нужна текстовая панель. Текстовая панель – это вот. Вот. Ну, собственно говоря, в текстовой панели мы будем вставлять эту ссылку, а на Download нажимать, чтобы переходить туда. Единственный момент сразу – в текстовой панели кнопка подтверждения не нужна, потому что мы не будем здесь ничего вручную писать. А просто будем Ctrl-V нажимать. И, на самом деле, эта кнопка, зачем она создана? Это важно понимать, что, к примеру, если у вас какой-то тяжелый скрипт, а у вас здесь, я не знаю, там количество сечений какого-то объекта или вот количество дней. То есть, если кнопки этой нету, в режиме обновляйте интерактивно вот здесь постоянно. Если этой кнопки нет, значит, он автоматически постоянно будет обновлять. То есть, к примеру, если вам нужно изменить значение 12 часов на, к примеру, 15 часов, то есть вы нажмете табуляцию, вытрите пятерочку, останется у вас единица, и скрипт начнет просчитываться. А потом вы поставите пятерочку, восьмерочку или другую, для того, чтобы 18 написать. И у вас, соответственно, он будет обновлять еще раз. И это очень неудобно туда-сюда. И поэтому здесь есть два концептуальных подхода. Можно создавать кнопку выключения всего скрипта изначально. Или же делать кнопку назначить параметры конкретного раздела. То есть, это по-разному нужно делать, но обычно я все совмещаю в зависимости от ситуации. Здесь у нас и будет кнопка выключения общего скрипта, но также будет подтверждение для отдельного пункта. Окей. Ну, я думаю, понятно стало. Теперь, собственно говоря, подключаем наши, ну, подключаем наши кнопки. Опять-таки берем, используем вот эту ноду, она нам постоянно будет нужна. Это кнопка, да. И просто берем и подключаем вместо нашей вот этой кнопки стандартной игрософерской. Причем такая рекомендация для удобства, я тоже рекомендую не удалять вот эти все кнопки, слайдеры, которые мы будем заменять на подсоединяющие вот эти. Потому что для какой-то отладки, если вам понадобится удалить интерфейс и просто как-то отредактировать сам скрипт, удобно просто переподключать данные, которые у вас уже есть, и не гадать, что там у вас было, какие числа и так далее. Вот. И, собственно, я когда нажимаю на эту кнопку, вот у меня уже открывается эта ссылка, все работает. То есть, теперь я вот берем, просто кликаю, да, копирую и просто беру и вставляю сюда. Вот. И, соответственно, беру такую же ноду, подключаю вход с текстом, выводом и получаем эту самую ссылку. И ее уже сюда подключаем туда, куда нам нужно для скачения. Он задумывается, потому что этот процесс, он не очень быстрый, то есть ему нужно несколько секунд, чтобы подтянуть эту информацию. Ну и, пожалуйста, вот у нас первый функционал готов. Вот мы можем даже, сейчас возьмем, вот запомните положение солнца, и возьмем сейчас и укажем какую-нибудь принципиально иную позицию. вот, я выделил Ctrl-A, нажал и Ctrl-A вставил. Сейчас он что-то подумает. И вот мы уже в Африке, видно, да, что у нас мы за экватором, и у нас по-другому солнце располагается. Да, все работает, все у нас устраивает. Теперь я возьму, просто удалю содержание, чтобы у нас не тормозило. Теперь такой момент у меня в моем интерфейсе, я думаю, вы видели. Ну, в общем, тут такая рекомендация, не нагромождать и стараться все-таки интерфейс как-то выстраивать, ну, чуть более аккуратно. Поэтому вот тут очевидно, что кнопка Download слишком много, и места это все строка. Я хочу, чтобы была кнопка Download, а потом это поле, о котором мы вставляем нашу ссылку. Как это делается? Это делается очень просто. Сейчас подключаем. Есть такая специальная нода, которая позволяет выстраивать в линию наши кнопочки или наши любые элементы. И мы подключаем эти элементы через, вначале вот в эту ноду, и потом ее уже подключаем. И, в принципе, получили правильный эффект Download, но, правда, вот это поле нашего текста, оно очень маленькое. И теперь, собственно, доходим к тому, как редактировать все эти вещи. У нас есть вот такие здесь две ноды, вот это и вот это. Вот эта нода редактирует, как уже понятно, по иконке шрифты, размеры шрифтов, цвет шрифтов и так далее. А вот эта кнопка, вот эта нода редактирует размеры этого всего. Как-то работает. Мы просто берем и переподключаем вот первый вход, вход ноды. И теперь вот у нас есть два параметра. Берем их и меняем. Да что-то около 300 нод. Ну, 300 много, да? И вот мы регулируем. Вот у нас размер по оси, ну, это у нас, грубо говоря, X, да? По X. И можем и по Y. Можем и такое поле сделать огромное. Да? Да? Ну, и он так условно строен, что он редактирует всю строку, и поэтому кнопку Download он тоже перемещает. Собственно говоря, вот для кнопки Download я покажу вот эту. Веряем. Ну, нужно понимать, что кнопку Download мы точно так же можем редактировать вот такими же ровно параметрами. То есть размеры ее. Там как угодно можно аккуратнее. Не суть. Соответственно, высоту тоже можем регулировать. А вот этим, той нодой, мы все сюда подключаем, вот этот вход. Я единственное рекомендую подключать, делать тонкие связи, для того, чтобы чуть-чуть все аккуратнее выглядело. И вот тут, кстати, тоже. Потому что, в общем, будет нагромождение связи. Не очень удобно. Вот. И здесь у нас, соответственно, цвет, на основании. Ну, давайте просто поменяем, посмотрим, как это будет. Это у нас цвет шрифта. Можно там какой-то, какой угодно. Боюсь, он все-таки будет белый, а фон, к примеру, можно сделать серым каким-то. Ну, в общем, не важно. Еще, если учесть, что я вспоминаю, что у нас есть варианты кнопок этих. То есть здесь можно очень много редактировать. Вот это параметр font-size, ну, то есть размер шрифта. Ну, я думаю, вы поняли уже принцип. Можно не делать. Хорошо. Вот так уже красивее, да? То есть, ну, и все по-прежнему работает. Скопировали. Скопировали. Вставили. Сейчас все заведется. Все работает. Вот эта штука, она у нас может прокручиваться, но не суть. Если нам нужно обновить ее, ну, в принципе, мы можем сделать кнопочку очистить и все эти вещи, но чтобы слишком тоже не усложнять эту структуру, можно просто Ctrl-A и Ctrl-V перезаменить. И она в том, где-то там перезаменится. Эта строка. Хорошо. Едем дальше. Дальше нам нужно... Дальше нам нужно... Дальше нам нужно... Дальше нам нужно дату указать. Единственное, что все-таки я предварительно бы добавил кнопку выключения работы скрипта, потому что, ну, нам это понадобится постоянно, и она в самом верху находится, поэтому проще всего так. Для того, чтобы добавить кнопку сверху, мы вот здесь добавляем в это... Чем удобна вот эта наша структура, что мы можем в любой момент подсоединиться в другом уровне. И мы добавим вот этот переключатель. Он, по сути, для таких вещей обычно и служит. Он по умолчанию, он off уже и записан. Здесь вот есть это значение текста, который пишется в выключенном, включенном, включенном состоянии. Ну, по умолчанию on-off нас устраивает. Мы поняли, что это выключить, включить скрипт. Соответственно, опять-таки, используем ту же самую ноду для того, чтобы передать эту булевскую операцию. И теперь я просто предлагаю вот в этот момент разрезать скрипт. Или даже... или даже вот тут мы могли бы это сделать. Ну, ладно, не важно. Давайте здесь обрежем его. Я использовать... Ну, тут разные есть варианты, но я вам потом позже чуть покажу. У нас есть... У нас еще будет второй вариант задать локацию. Мы можем просто обученно булевской вот этой нодой и вот сюда подключить значение этого переключателя. И сразу же тоже скрываем. Вот мы видим, что у нас это становится уже перестает работать. Включили. Выключили. Я сейчас вот здесь добавлю двойку. Это вот тот плотность сетки, чтобы чуть быстрее считалось. Для примера нам так вот будет удобнее. Так, хорошо. Сохраняемся. Едем дальше. Вот уже у нас есть такой небольшой функционал. Дальше какой момент? Я бы хотел выбирать возможность выбора у нас вот есть линки, но если вот вы посмотрите на карте, у нас далеко не на всех участках есть информация вот эти точки цветные. Например, там где-нибудь я про Харьков не могу выбрать. Тут, например, только из Киев. Поэтому я бы хотел возможность иметь задавать все-таки обычными координатами глобальными. И у нас есть в нашем леди баг такой инструмент, который позволяет задавать широта, долгота и тут можно таймзона, высота задавать и таким образом получать такую же локацию. соответственно первым этапом нам нужно настроить возможность переключаться между двумя вариантами. То есть грубо говоря первый один вариант это вот это вот я даже так объединил а второй вариант это вот это то есть нам нужна возможность выбирать тот или тот вариант. Как мы это можем сделать? Мы можем сделать такой же переключатель но я его обычно использую для каких-то глобальных ключей он достаточно громоздкий и поэтому я возьму просто вот такой переключатель сейчас чуть подвинем потому что нам нужно вставить между создадим здесь пространство вот эта история с позициями есть некоторые ноды которые плохо с этим работают но в основном что значит плохо что они могут путать эту позицию но сейчас должно вроде все стало работать так подключаем и называем это к примеру там http или гел я не знаю в общем не суть как это называется это значит что у нас даже можно не не суть это значит что у нас к примеру когда включена эта галка будет один режим а когда выключена другой режим http это вот интернет формат гео это координата соответственно вот у нас просто галка появилась мы точно так же можем скопировать получаем информацию false true то есть сейчас у нас у нас когда ну к примеру когда у нас выключена работает гео когда включен http здесь вот есть возможность выбрать дефолтное значение я включу true то есть у нас дефолтное будет включено потому что более предпочтительно это вот указать вот этот линк этот и вот у нас есть true результат соответственно теперь нам нужно переключаться между двумя вот этими режимами мы просто можем в дереве сделать у нас есть классная возможность вот такая то есть сюда мы подключаем наш переключатель вот этот вот назначение true это единица у нас будет данные из веба подключим а значение 0 вот данные отсюда это но так работает что она уже по умолчанию сейчас будет срабатывать можем проверить вот у нас это указано http а вот мы снимаем ее и у нас ну такие вот на экваторе мы очутились автоматически так вот эту ноду ни в коем случае удалять нельзя здесь будет хорошо теперь нам нужно задать собственно вот возможность указывать вот эти все параметры создаем обычную текстовую панельку и копируем и просто вставляем так и timezone укажем пусть будет три параметра четвертый не будем трогать но вы по тому же принципу сможете себе доработать так есть у нас эти параметры теперь создадим создаем новую уборку структуры подключим чем здесь я тоже бы сделал тонкие связи чтобы они не так мешались так и теперь здесь нам нужно создать вот три такие вот пустые текстовые панельки по сути вот так это все работает да но сейчас мы опять таки чуть все это поднастроим во первых кнопки нам вводы не нужны пусть автоматически обновляется мы будем просто выключать весь скрипт и править чтобы не создавать кучу кнопок потому что на самом деле эти кнопки на мой взгляд единственный такой явный недостаток этого способа ввода текста потому что очень легко забыть написать любое значение какое-то и забыть его подтверждение нажать тскрипт и не будет на него не обращать внимания это не очень хорошо поэтому то есть вот такой способ лучших с общим выключателем вы точно не забудете сам скрипт включить окей вот все есть ну конечно очень много места занимает поэтому опять таки с помощью вот такой же ноды единственное вот эта нода она такая капризная ее не стоит вот брать и копировать лучше создавать каждый раз новую мы можем взять и сделать вот такую вот штуку то есть мы можем взять и сделать горизонтальную последовательность и теперь вот этими нодами отредактируем отредактируем горизонт там редактируем так как нам нужно вот дальше создаем еще копию здесь ну я думаю логично создать какие-то значения по умолчанию главное не перепутать перепутать последовательность пусть там по-моему 38 35 не важно и таймзона плюс 3 так плюс 3 ну это значение будет по умолчанию мы вот дефолт значение подключим чтобы они уже там были ну а так мы можем просто так ручной переписывать их хорошо едем дальше мы так в быстром темпе двигаемся для того чтобы побольше успеть всего поэтому я сейчас надо будет кстати поглядывать на мой сходный вариант чтобы не забыть хорошо что я хотел бы сделать так окей прекрасно все вот у нас мы переключаемся между режимами вот мы задаем вернее мы еще переключаемся потому что у нас геоданные не подключены теперь вот такой вопрос да естественно что у нас вот выдаются несколько значений как с ними работать очень классный способ мы просто берем опять-таки ту же ноду которая вытаскивает эти данные и данные здесь списком вытаскиваются и самый простой способ подключить просто список два раза плюсик нажать и мы здесь поочередно получим первые первые значения второй третье можем проверить а вернее здесь нам нужно флэттен обязательно сделать то что он каждое значение в отдельной без флэттена в отдельную ветку дерева засовывает и теперь у нас вот 40 35 и таймзона ну и соответственно теперь задача просто взять подтянем ее и подключить задумывается сразу потому что у нас сейчас отключают вижу так и то же самое невидимое так хорошо так вот мы включаем геоданные и можем менять к примеру координаты ну давайте что нибудь кардинально ну вот пример так здесь в принципе я он не сильно долго считает поэтому я интерактивно могу но когда будет сложная сцена и плотность сетки будет большая мы можем просто выключить без каких-либо тормозов написать нужные нам данные и потом включить и все работает и соответственно переключатель двух режимов хорошо дальше следующий интерфейсный момент что конечно здорово что мы все настроили два варианта но не здорово что они у нас отображаются оба варианта и можно особенно эта галочка она наверное не самый может интуитивно понятный режим но в общем проще всего сделать чтобы скрывались ненужный нам фрагмент то есть когда у нас http нам нужно чтобы вот эти данные не показывались и наоборот как это сделать вот у нас есть это же нода которая у нас вот тут выдавала нам результат соответственно true и false и здесь у нас есть специальный такой раздел который вот с выключенным зачеркнутым глазиком таким мы к нему как это работает мы к нему подключаем все наши данные к примеру вот у нас есть download и вот наша эта панелька мы берем вот так поочередно подключаем и тоже делаем сразу плохо видимые и вот здесь у нас переключатель здесь на самом деле у нас несколько переключателей сейчас я вам покажу разные действия то есть если у нас false то у нас не отображается если true то отображается видите есть другой режим есть режим ой я кстати не знаю даже что это дает коллапс не знаю ну в общем и третий который делает сереньким это все то есть оно будет оставаться видно но с ним взаимодействовать нельзя ну нас соответственно больше все устраивает просто ну мне кажется удобнее всего чтобы оно исчезало просто соответственно здесь нам нужно исчезание подключить вот к true то есть когда у нас true у нас выбран http когда мы убираем эту галку эти штуки исчезают и соответственно точно так же нужно сделать только в обратном порядке то же самое копируем вот эти ноду и здесь наша задача подключить вот этим входом мы просто у нас один одна нода единственное здесь мы просто можем правой кнопкой инверс нажать на входе булевской и таким образом то есть мы нажали такой режим и такой все стало чище и понятнее окей хорошо да еще я кстати вам хотел показать я в своем там тестом скрипте не делал эту штуку но здесь я вам покажу тоже очень удобная вещь вот такая специальная нода она позволяет информацию какую-то записать ну веря help какую-то подсказку вот к примеру здесь у нас эта ссылка она может человеку неподготовленному которому вы не сделаете какой-то какой-то ликбез по поводу скрипта я вот ее подключил в значение это у нас текст вот этот вот поле и здесь у нас так здесь нам нужно здесь нам нужно взять подключить текстовую панельку и здесь можно что-то очень подробно написать неважно считайте что это описание что это в это поле вам нужно вставить что-то еще и вот при наведении появляться будет эта подсказка которая будет подробно можно расписать что как здесь что это работает здесь есть настройка вот этого времени на которое он появляется и как долго она будет появляться да вот это через сколько времени удержания она появится и на то как долго она будет появляться потому что она со временем пропадет вот ну я не буду описание писать я думаю верея мы можем можем сделать немножечко занудно но зайти в help и кстати help по вот и здесь взять просто скопировать вот эти данные и вставить сюда теперь мы получим но единственное что конечно здесь нужно он автоматически не делает пробелы поэтому верея enter не ставит поэтому нужно просто взять и поделать ну вот нет теперь мы видим help в общем это удобная штука опять-таки в контексте или для вас самих или тем более кому-то это очень важно так хорошо едем дальше так что там на следующее да слайдер дальше у нас наста у нас есть в это солнце у нас есть слайдер который регулирует размер вот это вот ну само отображение этого солнца тоже это важно сделать тем более что очень быстро это сделать сейчас что мы сделаем берем просто так чуть-чуть вот эти штуки нужно вытаскивать чуть-чуть дальше чтобы не путаться так чуть-чуть двинем можно кстати даже сюда подключить не суть ну тоже просто слайдер в принципе я уже вам это показывал давайте слайдер от 0 до 1 вернее даже я думаю не до 1 а до 3 к примеру пусть будет и это у нас так это у нас это sunscale так и соответственно подключаем вот появился слайдер можем но теперь берем вот эту ноду вытаскиваем вот done вере прошу прощения нет вот это нода здесь flat набираем и подключаем scale вот единственное значение по умолчанию большое поставим там какое пусть будет 0.4 так хорошо ну здесь можно имя подкорректировать не ну не будем я не буду слишком шлифовать чтобы этот урок не стал трехчасовым так едем дальше дальше так что там у нас дальше дальше у нас геометрия для расчета то есть по сути мы как бы переходим к ноде вот этой вот в которой мы больше работать будем здесь на самом деле у нас а прошу прощения она же еще нам нужна нам же нужны даты подключить и создать собственно говоря я про них совсем забыл окей так даты 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 начали пока мы поторопились даты мы создаем на самом деле у нас такая же штука то есть у нас тоже даты есть даты будут вот часы дни месяца ну точно так же создаем текстовое поле так так напишем быстрее будет так с маленькой буквы будет дэй и вот так даты даты мы вставляем промежутки давайте уже не буду создавать новый пусть вот тут и мы их ставим здесь будем использовать вот эту же ноду поэтому все можно скопировать вот это такое же нам тоже нужно это в горизонтале но вот и обратите внимание что в принципе у нас все эта штука готова но вот немножечко может капризно себе вести плагин поэтому я рекомендую пересоздавать эти вещи все так подключаем вот это можно скопировать не проблема так все настроено все работает так отображение выключаем хорошо теперь у нас нужно соответственно нам вставить то же значение по умолчанию чтобы было так часы 1- сколько там верят 1 8 с 8 к примеру пусть до 18 по умолчанию будет день 21 и месяц 6 так это дефолтное значение вот эта схема прям копируем ее тоже с тремя данными день месяц так вот мы возьмем сейчас их в таком виде заберем потому что сейчас у нас здесь будет небольшая вставка по работе в грассопере потому что здесь у нас есть такой момент когда конечно мы указываем просто числом это понятно ничего ничего в этом сложного нету просто указываем и указываем но вот у нас есть такая история как указание часов вот через дефис чтобы не писать все ну то есть нам нужен диапазон и другой вариант что нам нужно месяца указать шестой там к примеру девятый двенадцатый и тогда чтобы нам просчитывать только для конкретных часов и мы сейчас вот создадим вот у меня здесь есть заготовка я просто по ней быстро пройдусь и расскажу что мы сделаем и создадим вот такой алгоритм который это делает вот собственно говоря задача наша какая ну когда у нас указано просто одно число у нас все будет по сути по умолчанию работать нормально наша задача вот отсортировать вот эти два типа и по разному с ними поработать что мы делаем ну это просто нода текста чтобы все это свести вместе мы берем здесь можете посмотреть урок мой по редактированию текста текста там подробно рассказы о работах нод вот этих нод с работы текста но я просто покажет как это работает у нас вот эта прекрасная нода которая нас нам вот этот вот список вот такой да разбивает на поэлементно то есть каждый символ помещает в отдельную строку и затем у нас есть вот такая нода который которая ищет вот во второй вход мы показываем подключаем ищет какой-то какой-то знак в тексте для того чтобы его как-то определить ну то есть результат ее это булевская операция false true false false потому что у нас здесь подключено искать пробел такой вернее пробел тирешечку такой или минус скорее даже и вот мы видим что у нас числа вот false false на единичка это у нас пробел тире соответственно идем дальше и нам нужно взять получить какую-то информацию об этом то есть есть ли у нас тире или нет то есть для того чтобы просуммировать эти данные мы просто используем обычную обычную математическую операцию сложение то есть он сложит все элементы списка я напоминаю вам что false true можно конвертировать как в 0 единица то есть если мы подключим числовое значение и подключить и подсмотр интегр да и вот у нас он конвертирует все 0 единица поэтому мы можем булевскую операцию сложить и получить вот единицу то есть у нас как минимум один true есть и а учитывая что у нас тире вот это может быть только один потому что у нас не может быть диапазон от 18 с 8 до 18 и до еще чего-то ну то есть конечно мы написать его можем но это работать не будет поэтому то есть это хорошая закономерность которой соответственно мы получаем вот единицу и второй вариант у нас вот есть специальная нода которая она как бы разбирает разделяет эту штуку на вот так лучше видно то есть она ищет элемент какое-то значение вот здесь у нас примерно тире и там где тире ставит условно enter и перемещает на вот это значение убирает это тире и перемещает следующие знаки после этого значения на следующую строку да так чтобы сильно углубляться но чтобы было чуть более понятно сейчас я пока пример покажу к примеру если мы напишем а там сколько-то тире еще сколько-то тире вот такую штуку то мы получим вот такой результат то есть каждый элемент который зря тире будет переходить на следующую строку и более того само тире удаляться будет вот таким образом мы получаем два варианта когда мы когда мы разделяем по тире или дефису скорее и по запятой потому что у нас есть второй вариант по запятой вот и мы делаем параллельно две два потока теперь наша задача собственно говоря какая что если у нас в этом тексте написано есть тире то значит мы используем поток номер два вот этот если у нас есть запятая хотя бы одна то мы используем поток номер один ну то есть ноль и опять таки мы уже используем сегодня эту ноду мы подключаем нашу булевскую операцию которую ищет тире и выдает результат опять таки цифра единицы это всегда true и больше единицы ноль это false двигаемся дальше и соответственно здесь вот у нас выбирают между двумя режимами то есть в чистом видео сейчас вот так мы покажем то есть у нас он делает или вот так или если запятые делает вот так все в принципе хорошо то есть вот мы можем разные варианты подключать осталось единственный момент что конечно когда в режиме тире нам нужно не только получить вот эти пограничные числа нам нужно получить диапазон от 8 до 15 и здесь мы добавляем такой простой скрипт который это собственно реализует мы просто берем у нас всегда это два числа поэтому у нас вот в этой всегда здесь две строки мы берем просто и более того скрипт еще так работает и сам скрипт вычисления вот этой вот энергии солнечной вернее sun hours то есть в начале меньшее число потом больше указывается то есть начинаем с меньшего времени и больше поэтому мы берем просто из большего времени считаем меньшее и добавляем единицу и обычные ноды которые создаем серию то есть указываем с какого числа начинать у нас диапазон по умолчанию единица то есть всегда с шагом в час и сколько итераций нужно провести таким образом мы получаем список от 8 до 15 включительно и вот сюда подключаем и таким образом у нас если здесь будет подключено значение то у нас будет вот такая история если запятой то будет просто конкретное число если просто значение все эти алгоритмы не важны будет потому что он просто выдавит это число и все ну и я потом просто взял эту штуку в кластер запаковал для того чтобы с этим удобнее было и там тайм неправильно называть и назовем это и и дальше мы сейчас эту штуку будем использовать будем использовать следующим образом просто подключаем на каждый то есть она будет работать у нас для всех для всех выходов то есть часы дни месяца я отключу скрипт чтобы он не обновлялся вот вот эту штуку по умолчанию удалим и вот это сюда притащим потом нам вот эти числа еще понадобятся поэтому и подключаем дни часы дни месяц так мы некоторые параметры не будем настраивать типа точку откуда строится вот этот наш диск солнечной траектории но мы тоже понимаем что это тоже легко добавить этот функционал так хорошо включим так проверим как это работает а я кстати забыл включить режим я пересоздавал его окно режим чтобы был владельский для района не сворачивался и давайте посмотрим вот у нас сейчас указано для трех месяцев да давайте отключим укажем здесь 9 просто только для 9 месяца или же можем пример от единицы до 12 то есть все месяца и сейчас подумать чуть пожалуйста у нас вот уже для всех месяцев ну то же самое с датами можно на самом деле делать но с датами это будет минимальная видна разница поставим 6 месяц пусть будет так нагляднее так окей хорошо мне кажется уже мы хорошо идем так и теперь наконец мы все-таки доберемся до до нашей геометрии так давайте я проверю чтобы я точно ничего не забыл да 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 до геометрии итак первым делом сейчас вытащим вот эту grid size это собственно плотность сетки для вычислений создадим точно уже новый новый элемент для собирания данных так вытащим ниже и использовать будем просто нашу ту же самую текстовую панельку основном я по крайней мере больше текстовой панельки использую это у нас скопируем grid size так grid size и по умолчанию сразу помним что нам нужно пусть будет по умолчанию 2.0 это такие чисто интерфейсные вещи когда если написано вот так число понятно что нужно просто 2 написать человек подсознательно сразу понимает что мы можем поставить и 0.5 примеру значения и кнопку подтверждения мы не убираем потому что ну потому что она нам нужна да кстати еще забыл здесь мы можем сделать такое разделение чтобы это чуть в кашу не превращалось здесь у нас есть такой режим текст который мы можем взять и добавить давайте просто вот так сделаем да не очень красиво но сейчас но на самом деле не суть здесь мы можем могли бы какой-то текст написать давайте вычислим сколько нам нужно еще несколько так прекращивать заниматься но понятно что мы можем взять здесь делать ге ге какой-нибудь ну в общем это уже такая история на самом деле наверное спорная достаточно но в общем чтобы вы понимали как можно работать здесь вот есть size текст можно добавить добавить размер указать размер текста добавить привязку к левому правому центрировать так далее ладно идем дальше так подключать теперь нам нужно вношение этого сетки все точно так же здесь вот когда в начале может показать что это такая громоздкая штука но как только это набиваешь руку на эту историю начинается все гораздо быстрее и проще вот можем сразу проверяем грецайз пятерку поставим у нас вообще будет такая или же один с половиной будет плотнее все хорошо работает дефолтное значение указали едем дальше дальше у нас указание геометрии указать геометрию здесь мы как раз разберем следующий элемент и здесь нам еще понадобится еще один логинчик он называется human мы сейчас его даже загуглим да кстати вот он есть у нас human вот такой это набор это плагин с набором полезных инструментов для взаимодействия с райна игра ну с райна в основном то есть он много всего может вычислить там ну просто качаем устанавливаем никаких хитростей нету и нам здесь понадобится две ноды здесь вот есть такой фрагмент который анализирует содержание сцены райна и нам понадобится вот этот layer tab это нода которая вытаскивает имена слоев всех из нашего райна я здесь посоздавал всякие случайные слои вот и еще нам понадобится нода вот такая вот она она позволяет вытащить геометрию по слою к примеру сейчас мы расскажу об этом то есть моя концепция как я вам уже показывал как работает интерфейс следующее что мы мы указываем имя слоя выбираем слои из готовых слоев и собственно используем геометрию всю конкретном слое так удобно с этим работать можно сделать в принципе к сожалению это не абсолютно стандартным с небольшим скриптиком выделение по кнопке то есть когда мы нажимаем кнопку выделяем объекты но это в данном случае это прям совсем неудобное решение а здесь мы еще разберем дополнительных несколько элементов итак что это нода делает вот эта нода она обновляет список слоев и она обновляет это причем постоянно в принципе можно я кстати здесь делал себя ничего не делал здесь есть режим авто обновления вот мы сейчас включим я его на самом деле у себя в скрипте не использовал на него то есть он будет постоянно это делать для того чтобы например когда я создам какой-то слой новый то мы его увидим но на самом деле эта штука опциональная потому что если мы скрипт запускаем он при запуске автоматом обновит весь этот список слоев но главное что у нас есть этот список и собственно говоря дальше задача какая передать этот список в наш интерфейс иметь возможность выбрать конкретный элемент списка и подать его уже выделение слоев все просто для списка у нас есть такой специальный инструмент так вот эту штуку я сюда вытяну специальный инструмент подключим его здесь у нас нужно лейбл указать ну лейблы сейчас мы я покажу как их взять лейбл нам нужен сразу создадим нам нужен лейбл один геометри а второй лейбл я сделаю отдельными элементами так чуть будет проще второй контекст так контекст вот и начнем с геометрии подключили геометрию и теперь нам нужно подключить список вот так вот ну на самом деле кстати давайте все-таки наверное сделаем по-человечески и контекст не будем плодить не будем плодить две ноды сделаем это все вместе так и список соответственно он по умолчанию будет выбирать первый элемент списка вот мы видим у нас два списка мы их раскрываем и можем выбрать любой слои вот так опять-таки не очень удобно что они много занимают слишком места лучше их в одну строку как вы уже помните мы строку делаем вот этой ноды то есть все на самом деле да вы видите что все реализовано стандарт ну небольшим набором так сейчас я вскрою связь небольшим набором инструментов не все достаточно быстро так теперь окей ну можно еще отредактировать давайте отредактируем его ширину немножечко такая кажется ну ладно ничего страшного да кстати вообще вот так лучше не делать ширину укажем сейчас какую-нибудь чтобы просто чтобы вписать это в края аккуратно было так так окей получили вот у нас выбор есть выбор слоев выбор сетки соответственно теперь дальше осталось это все подключить у нас вот здесь вот мы сейчас увидим опять-таки тот же самый не забываем флайт сделать тот же самый список из двух слоев первый и второй ну давайте выберем чтобы они отличались вот так теперь осталось выделить объекты как вот эта нода работает здесь просто первое это название слоя вот они у нас есть уже подключили но как вот мы видим на выходе мы ничего не получаем потому что здесь есть тип здесь на самом деле можно текстом просто написать там там point к примеру или еще что-нибудь подключить в тип и он будет выделять конкретный тип объекта это очень удобно но в нашем но в нашем случае мы ну не будем заморачиваться мы продлился чтобы сработало для всей геометрии просто all можно написать и тогда это сработает для всей геометрии и у меня объекты в двух слоях вот в этом основа и building это я сделал для наглядности соответственно выбираем первый слой ну например основа ну вот пожалуйста он выделился или же можно выделить building соответственно основа а с default там ничего нет основа и building сейчас мы скопируем подключим вот сюда ну пожалуйста вот это второй вот это первый все хорошо скрываем отображение геометрии нам не нужно можно flat сделать так чтобы чистые списки были все хорошо теперь просто берем и подключаем первое это у нас геометри то есть первый вход так давайте выключим первый геометри второй контекст так вскроем вскроем все включили все работает можно проверить примеру да если мы отключим здесь делаем building а здесь основа ну вот пожалуйста все работает ну мы уже практически подошли к финалу нашего скрипта и я покажу вам сейчас как мы сохранить jpeg картинки там просто несколько удобных функций собственно говоря ну здесь мне к примеру кажется что уже так сейчас посмотрю ничего не забыл ничего не забыл а ну у нас там была надпись большая больше если занимает не суть теперь можно кстати уже отредактировать я бы сделал уже в следующую итерацию вынес следующий элемент следующий такой под ну такими в общем ярлычками да вынести это все в разные типы как это делается мы просто сейчас все это сдвинем берем просто напросто все все эти связи подключаем в первый раздел а его уже сюда подключаем он пока оранжевый потому что мы еще все данные у нас появился вот new tab и здесь мы можем плюсиком создать второй раздел пока не будем трогать дальше нужно назвать name так ну тут setting ой так 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 set просто назовем первый раздел ну и дальше просто списком там пусть jpeg будет так и вот у нас появились разделы они обычные по умолчанию какие-то конского размера поэтому сейчас изменим размер шрифта чтобы они чуть-чуть были вот и теперь вот мы так нажимаем переключаемся в два раздела соответственно можем конечно сделать безумное количество разделов этих добавляя плюсикам вот сюда ну не суть да вот тут даже можно иконки добавлять на эти разделы ну это уже такая история опционально не будем на ней останавливаться едем едем дальше теперь нужно добавить а ну теперь у нас вот эта штука чуть поползла да вот видно что там перекрывается сейчас возьмем подправим размер этого окна по умолчанию чтобы все аккуратно ну вот можно мы видим что часть из них двигаются часть установлен то что вот те которые они двигаются те которые мы уже настраивали их размер поэтому ну так и высота но тоже не нужна вот тут много места пустого это ни к чему нам не нужно так проверим да вот в этом режиме у нас даже меньше ну да как-то так это неплохо на самом деле вот это и вот окна еще есть собственные настройки они вот тут здесь мы можем брать и указать location это на в координатах нашего экрана здесь ну можно там примеру цвет настраивать смотрите раз уже показываю так вот нет подожди вот тут вот можно сделать чбшный его какой-нибудь скейл у нее есть общий вот вся весь интерфейс прям будет масштабироваться но вот эта штука удобная я тоже и часто пользуюсь это отключение вот этой вот этой элементы и в таком случае вот это окно мы двигать не можем ну только масштабировать и эта история полезна мы можем просто несколько окон с разными настройками их зафиксировать ну и плюс эта штука чтобы место не занимало ну в таком режиме нам это не нужно поэтому оставляем такой же вот это нас точка возможность настроить его на экране а кстати по-моему вот так мы можем делать если я не ошибаюсь ну да вот там просто очень маленькие значения у нас да поэтому если мы здесь тысячу введем вот в таком случае вот мы к примеру где-то там поставили но одесса что здесь у нас сейчас это будет не будет относительно потому что если вы откроете на экране с другим разрешением ну например из диаса вот если я переоткрою интерфейс ну единственное я его потягал по высоте поэтому ну вот то есть мы можем так выставить выключить вот это редактирование и теперь когда он откроется он будет четко на этом месте я думаю понятно стало сейчас даже он сохранится это вот так окей ладно это мы отступили собственно добавляем jpeg сохраняем jpeg jpeg мы будем сохранять с помощью у нас в ladybug есть специальный инструмент опять-таки в уроке про плагин я рассказываю о нем здесь вот это специальный инструмент который сохраняет скриншот экрана для того что ну на диск я сейчас чуть-чуть ускорюсь и упрощу механизм потому что я делал там автоматическое имя ну или ладно сейчас соберем быстро его уже соответственно вначале у нас первое у нас имя указать folders это расположение куда нам нужно сохранить и это уже все потенциальные вещи и собственно переключатель запечь ну сохранить то есть файл name ну файл name я рекомендую у нас есть вот эти вот значения текста вот тут я рекомендую записать файл в имя файла это удобно было бы да просто соберем их через вот эту ноду вот мы сейчас посоздаем так да ну вот все схлопнулось в один в общую такую историю соответственно у нас идет сейчас чтобы не перепутать у нас идет часы я просто беру добавляю hour так пробел вот смотрим сразу что у нас потом у нас дни да и затем у нас месяца так окей дни часы дни месяца ну и в конце у нас ну на самом деле ладно можно ничего не добавлять так это вот такая такой условно префикс к нему мы добавим еще и какое-то уникальное имя которое пользователь может сам добавить сейчас мы у вас сможем написать вот и здесь мы будем увидеть финальное имя сейчас пока эту ноду оставим сейчас мы настроим все интерфейс на и потом подключим соответственно со стороны интерфейса нам нужно вот этой второй вкладки нам нужно создать для нее отдельный собиратель так тут неудобство вот этой вот штуки что при любом редактировании будет переключаться на первый этап на первый список поэтому в принципе если у вас большая вкладка то лучше ее настроить в отдельности а потом их уже соединить вместе здесь у нас немного работы поэтому я не буду так делать итак что нам нужно сразу нам нужно указать во-первых давайте начнем с имени да то есть нам нужно взять и создать тот же самый текстовый поле name так подключили вот видите переключился но мы можем вернуться подключаем label в принципе норм но дальше нам нужно еще одно имя и вот здесь такой важный важный момент собственно зачем я даже эту часть с именем и показываю задача какая чтобы у нас вот сюда еще вписалась вот эта часть имени мы вот так вот вот так сделать конечно можем но как только мы подключим на стол оранжев и вот если мы посмотрим он в общем пишет о том что в общем мы такую петлю создаем он в принципе работать будет но он будет работать плохо и будет после любой манипуляции сбрасывать все настройки на дефолт это супер неудобно поэтому так ни в коем случае делать нельзя а собственно чтобы а как же ну как можно делать нужно делать следующим образом нужно взять здесь вот есть у нас мы про эту группу вообще еще не говорили отдельный фрагмент и здесь у нас есть возможность постфакту редактировать наше содержание нашего нашей панели включу подключаем сюда и в нижний вход уже подключаем собственно то что нам нужно и что мы получили вот мы получили этот наш текстовое поле и обратите внимание что никакой ошибки нету все будет хорошо работать и таким образом на самом деле даже редактировать его можем но он все равно нам предварительно его вписывает и вот эти все ноды они точно так же служат для того чтобы примеру менять именно кнопки и так далее потому что то есть петлю делать ни в коем случае нельзя теперь ну все окей естественно мы здесь отключим нашу лейбочку эту ну и тоже нет смысла это все в одну в две строки делать и это ненаглядно соответственно возьмем давайте подключаем вначале возьмем это все в одну строку перегоним так ну практически только 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 ну только размер нужно откорректировать ну все все равно так же как мы это делали раньше прошу прощения нам нужно давайте эту часть настроим и вот это ну тоже как-то там до края чтобы красиво доходило вот так и вот здесь вот давайте ну какое-нибудь дефолтное значение чтобы удобнее было с ним работать добавим вот так так вот и теперь из этого у нас будет складываться наше имя вот этой части вот это ну в принципе мне кажется достаточно наглядно и понятно дальше нам нужно указать директорию куда сохранить это есть у нас специальный такой тип объектов вот здесь он находится подключаем вот это собственно указывать пути по умолчанию если мы нажмем брас он указывает путь к объекту конкретному файлу но нам нужно просто папочку куда мы будем сохранять это и здесь вот у нас есть режимы open file save file и browse file вот нам browse folder прошу прощения это вот тот самый режим который нам нужен то есть он открывает другой типа окошко и мы вот там рабочий стол выбираем вот он пишет эту историю ну так работает все хорошо ну понятно все той же ноды мы вытаскиваем эти данные и вот у нас уже есть путь сохранения файла ну теперь вернемся к вот этому плагинчику соответственно здесь что нам нужно а и кстати имя еще мы вот эту часть которую мы сами дописываем мы тоже должны подключить вот эту часть мы вот сюда подключаем и получаем общее имя да то есть вот это и вот эта часть все хорошо двойной подчеркиваю не пусть будет так и теперь соответственно используем этот плагин эту ноду файл подходит folders вот сюда дотянем так делаем прозрачная связь и осталось capture это записать давайте сразу вот через булевскую ноду чтобы сюда в два раза не не тянуться тащу ее с собой и сейчас мы тут добавим ну и соответственно кнопку понятно мы уже 20 раз создавали с вами создадим ее еще раз тут так как это у нас называется capture ну пусть будет capture так capture это такая важная кнопка сейчас мы отредактируем чуть-чуть мне кстати больше всего нравится вот такой стиль кнопок вот и соответственно сейчас их отредактируем ее по ширине пусть она будет прям вот такая большая и даже можно по высоте тоже как-то отредактировать да и ну и можно шрифт увеличить так ну и даже можно цвет ну в общем ладно это я конечно уже глупостями занимаюсь но я думаю вы поняли смысл как это настраивать все осталось подключить ну и вот у нас моболевская я даже так чтобы не плодить надо лишнее все сохраняем сохраняем смотрим у меня на на рабочий стол указано сохранение потом я тут уже сейчас я удаляю старые так ну к примеру вот так мы как-то проанализируем нажали capture пожалуйста наш jpeg там можно настроить в этом плагинчике разрешение можно сделать чтобы он считывал реальное разрешение и там как-то его умножать или вручную убивать там тут есть какая-то возможность какого-то текста на картинке если я не ошибаюсь по-моему так работает ну в общем это уже опциональные вещи ну и понятно что здесь много еще можно дополнительных настроек вытащить это все понятно я думаю ну и давайте сейчас быстренько посмотрим с именами все хорошо вот можно убирать другой любой путь то есть можем сделать давайте потестируем изменим добавим вот к примеру посчитали давайте то есть почему с слоями удобно работать мы просто берем и у нас берем и добавляем просто вот так и на самом деле даже двигать можем то есть это очень удобно можно вообще просто перейти в этот слой и в нем прям создавать сразу вот любой момент можно интенсивно сеточки увеличить вот любой момент можем переключиться на другой способ подключения ну вот задание координат вот мы получили другой совсем совсем другую господи набор данных кстати единственное у нас здесь сейчас мы поправим нужно это у нас не отображается так ну давайте сейчас включим включим так секундочку мы протестируем чего-то что-то не срабатывает давайте давайте я наверное попробую обновить вот эту ноду так хорошо прощение прощение давайте прям полностью обновим странно конечно но так 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 секунду ну да вот такие вещи иногда случаются почему-то не знаю почему честно говоря но так инверс да и отсюда так давайте протестируем надо но это бывают такие истории я думаю скорее всего связано с тем что чуть что-то здесь напутал в порядке связи когда добавлял вот эти вот часы эти то есть все таки лучше но по порядку двигаться так будет немножко надежнее вот ну или еще другой вариант тоже рекомендация пробить интерфейс на панели прям вот то есть на вот этом уровне еще создавать их небольшими с каким-то небольшим количеством настроек а потом следующее создавать я как показал как вам устанавливать их да и таким образом набирать интерфейс то есть не пытайтесь целую там огромную портянку собрать в принципе это можно сделать но вот эти вот такие моменты могут быть где вы можете или сами запутаться или что-то там программа затупила в общем но я думаю что более чем достаточно информации я надеюсь что вам понравился этот урок и будете использовать это дополнение создать свои интерфейсы если кто-то уже использует пишите в комментариях не за делитесь ссылочками может если у вас есть какие-то открытые примеры где вы как использовали эту штуку было бы интересно посмотреть все всем спасибо все пока